всем привет дорогие друзья с вами как обычно будь и и добро пожаловать на обзор варкапа 383 карта баг 43 карта классная давайте собственно и посмотрим начинаем мы кругу а вот и нет можно а вот не понял а как сделан старт очень интересно ладно да старт начинается в принципе в кругу да видимо он как-то сделал по кругу порезал ну не как-то это в принципе ок в общем-то а это тогда что очень интересно в общем-то прыгаем 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 да со старта берем плазму здесь перелетаю нас есть battle suit волноваться нечем здесь значит перелетаем сюда али у нас по дикий прыгаем прыгаем очередной триггер который не работает далее мы перелетаем она джамп от здесь опять плазмим и жилета плазма ран я помню ракету или а вот и ракета значит забираемся сюда берем ракету и вот здесь мы делаем что 2x ну типа то есть получается даже рокет джампа по идее будет достаточно летаем сюда наверх здесь мягкие стены чтобы сохранять скорость отстрелиться с ракеты и здесь у нас стало быть финиш а я в дэммапе поэтому чекпоинтов нет в общем-то делаем ракет джамп либо падаем вниз за но ракет джамп естественно быстрее и попадаем на финиш какие у нас есть варианты в принципе выку 3 от cpm а не особо чем-то сильно отличается потому что арта достаточно прямолинейно единственное в q3 тоже наверно можно по внутренней стене до как-то проплазмить но естественно это сложнее ну в цпл здесь очевидно нужно плазмить по внутренней стене потому что быстрее то есть нужно как-то вот схитриться и это одна из основных проблем этой карты проблем в плане как бы улучшение тайма что нужно исхитриться и по внутренней сне плазмить а в q3 соответственно я думаю наверное будет проще по сохранению скорости и прочему плазмить просто так по стене посмотрим посмотрим демки здесь значит вылетаем и естественно делаем буст раз делаем буст 2 здесь все на бустах у нас много скорости здесь нужно максимально сразу приземлиться на джампад здесь опять же бусты здесь мы залетаем наверх и вот этот спейсинг конечно да этот спейсинг конечно да вся карта в общем-то она строится на именно на техническом исполнении вещей потому что там находимся здесь наша задача максимально быстро проплазмить по внутренней стене здесь мы делаем пусты здесь нам нужно вообще ни разу не зависать в воздухе то есть не как сейчас я упал как лепешка на джампад а именно сразу на него приземляться без траты времени здесь опять же буст либо может быть не буст но скорее всего буст здесь по внутренней сне плазмим берем ракету скорее всего прыгаем в эту сторону потому что у нас много скорости давайте с имитируем верно актовый вот так типа но так не получится скорость и вот так пролетаем еще одна ракета остается то есть можно еще одну ракету это впихнуть скорее всего ну карта очень хорошая плазма я понял здесь сразу видно на старте вот я пропрыгал до обычно вот я начинаю со старта просто прыгаю я не долетаю до плазмы то есть вот он вот он я если я делаю прыжок потом беру плазму и начинаю плазмить у меня будет это происходить очень неэффективно потому что мне надо будет пытаться сохранить высоту чтобы не упасть но при этом мне также надо еще и набирать скорость здесь чтобы пройти эту зону эту комнату максимально быстро значит мы стартуем чуть-чуть ближе к старту в этом случае уже получше это все происходит то есть вот вы прыгнули по внутренней проплазмили сделали буст возможно можно еще один буст то есть тут нужно уже смотреть где именно делать буст возможно а буст нужно делать чуть чуть дальше чуть как бы чуть чуть шире чтобы нормально приземлиться допустим на старт этого кубика и на нем еще сделать буст когда мы возможно я не помню точно но по-моему если буст слабенький то мы будем падать сюда то есть мы не будем долетать до кубика но если буст получается слабенький и ты как бы знаешь что ну ты видишь обычно человек видит заранее если он с бустами знаком хорошо если видишь заранее можно сделать буст и плазмоджамп одновременно и тогда ты точно долетаешь здесь еще один можно буст вот как-то да а либо даже там уголочек возможно даже нам не надо внутреннюю эту часть то есть во имя во имя скорости в данном случае так как у нас здесь можно сохранить скорость на на плазмак лимбе и получить в принципе давайте скажем в два раза больше скорости чем чем когда мы пойдем по внутренней стене подбираем ракету да здесь уже условные там 800 мы отстреливаемся у нас и по 800 мы отстреливаемся у нас типа 1200 например да даже больше будет если это все с густом а на проплазмить плазмы нет кончается плазма а то есть так скорее всего будет даже быстрее возможно возможно и нет можно можно сделать буст то есть подлетать надо как-то ведь пошире то есть подлетать не слишком высоко делать буст пошире здесь заворачивать от дальней стены можно так я не помню эффект ну вот тут вот эти все моменты это все надо тестить очевидно но и здесь нету совершенно времени на то чтобы отстрелиться от этой стенки то есть вы q3 возможно такой вариант существует что вы скимите вот эту стену с ракетой и потом от этой отстреливайтесь на финиш но в цпм это вообще без вариантов абсолютно без вариантов у меня волос микрофона торчит абсолютно без вариантов цпм потому что скоро и но если скорости много то вы просто не успеваете поэтому проще завер заворачиваете все а ну что такая вот карта я не знаю по моему я все что знал все что помнил рассказал потому что мы на ней воевали с пузом когда-то давно в какой-то там в девятнадцатом веке так сказать на ней играть мы играли с пузом пытались друг друга там что-то перебить так можно и у нас там были таймы какие-то типа по по 24 и 3 что ли там типа пара фреймов у нас была разница вот и все так ну давайте смотрим девочки пак 43 очень интересная карта давайте она она не то что интересно она типа очень она завязана именно на технику на понимание где как вам нужно сократить то здесь роутов по факту нету вообще ну как бы как таковых роутов типа сильных отклонений от основной дорожки нету здесь поэтому здесь строится все абсолютно на исполнении ну неплохое прохождение от рэйвена одна ракета осталась он все и все за использовал падает на джампад и финиш ну неплохо без помарок без каких-либо завтыков так кузлех еще раз спасибо за поддержку кузлех кузгух и константин владимирович я не знаю кто ты но дай бог тебе здоровья так сказать спасибо ребят так вот кузлех кстати решил не плазмить по стене здесь интересно почему то есть в данном случае если у тебя мало скорости если ты как бы то есть ты попадаешь в такую ситуацию что у тебя там мало скорости я думаю нам в любом случае на плазмить по стене даже если у тебя много скорости на ракете тут за спад застрял скорость потерял там по стене было бы плазмить более выгодно и четыре ракеты еще с 4 ракеты кузлях 4 ракеты куда-нибудь их запихни куда-нибудь кузлях что такое ну нормально ну завтыкал конечно пару раз но карта сама по себе наверно не слишком простая вообще для средних и так сказать лоу игроков для новичков ну ладно так 43 5 кули хулиган так будет ли плазмить хулиган а плазмит и здесь плазмит везде плазмит вот смотри кузлях вот так надо здесь можно сразу сюда приземлиться если плазмы здесь продолжает плазмить потерял как-то скорости там при приземлении ой хорош хорош хороший финиш без джампада нормально среагировал нормально спейсинг знал все знал молодец пашка так 42-1 хэппи так тоже плазмил ну тут варианта нету в кутри кроме как плазмить потому что там в цпм бусты в и кутри собственно надо плазмить вот он сразу залетел на этот кубик правда здесь как-нибудь бы надо брать рокет без остановки я думаю так зачем там начал плазмить принципе ракет много рокет в джампад это конечно интересно но так как у тебя ракет много и как бы вот видишь в чем фишка ракета дает 500 упсов да а плазма дает там по 20 очки ну условно я не помню сколько и поэтому а еще надо учитывать что там повороты и на плазме ты как бы тоже теряешь все равно на этих поворотах поэтому нужно использовать ракеты все просто берешь и используешь не надо думать понятно что осталось плазма и ты такой типа возможно и он можно где-то еще использовать вот я использую здесь потому что там стрелять неудобно возможно так быстрее там еще что-то но есть некоторые такие негласные правила что рокет по идее всегда быстрее чем плазма по скорости и это конечно приходит с опытом но я вот вам и по такую подсказку даю не всегда конечно есть ситуации где плазма побыстрее но это все очень слишком ситуативно так мне звонят секунду прошу прощения это был стратегически важный звонок мне сказали хватит душнить играй дальше давай поехали аурум 36 и 9 так сидят запись идет запись идет все идет здесь кстати без плазмы да кстати интересно может там не знаю не знаю интересно было бы интересно вас 3 как пройдет какой-нибудь топчик типа там не за зайти кет ксас там но они не отправили свои демки поэтому поэтому мне чешется нос топ-3 кстати аурум поздравляю хорошая демка поздравляю стоп-3 но как-то вот что-то вот вот видно что это просто вот у аурума просто типа дефолтный путь но быстро типа плюс-минус быстро а как вот именно вот топчики пройдут зонтер я вот не знаю он топчик в 3 или нет привет антон петрович поздравляю со вторым местом 36 и 2 вот тоже у вас плазмоджампами правда я не веришь там плазмоджамп именно получился но полетел в это главное хорошая плазма очень быстрая очень техничная вот почти без остановки и за можно ли в ку-3 тоже просто прыгать и типа дальней стены потом отстрелиться наверно можно из скорости побольше очень только скорости вот все ракеты использовал и вообще ним не моргнул антон петрович вот молодец берем пример ребята вот вот вы трое берите пример но хулиган ладно а вот вы трое бери вы двое хаппи кузлях берите пример с антона петровича антон петрович плохого не посоветует наверно ну может быть так первое место зон дэр 34 0 так ну что по внутренней не будет то есть тут типа минус прыжок здесь плазма то есть да просто наверно плазма быстрее по стене все таки за я не уверен по поводу этой остановки мне кажется там можно сделать два прыжка и отстрелиться от дальней а в ку-3 играть значит а такой момент да давайте еще раз посмотрим если та любопытная деталь что такое нос опять заложил и понять не могу значит на финише уважаемый зондер взял плазму и пострелял а почему это произошло зачем так давайте более пристально ну ракеты слабенькие как бы в целом да вот смотрим а почему он даже я не думаю что он видел я может быть здесь у него такой спейсинг ну неважно в данном случае уже наверное видел он что он попадает прямо под угол прыжком или не видел или он просто знает что он всегда попадает это уже неважно но если вы попадаете прыжком прямо под эту курву под типа вот эту вот под этот угол угол да то вы теряете вообще всю скорость и для того чтобы ему не прыгать прямо под углом он взял плазму и чуть-чуть себя поддержал в воздухе чтобы изменить спейсинг вот так вот то есть с другой стороны если ты знаешь что у тебя всегда получается прыжок под угол измени угол у одной ракеты какой-нибудь у последней например но вот зондер решил сделать это с плазмой но в целом вот такой вот момент вот пожалуйста типа обращайте внимание так сказать это очень интересно это очень технично если ты можешь предугадать свой спейсинг там на пару прыжков вперед то есть ну даже больше это всегда хорошо это всегда может спасти твой тайм то есть ты можешь среагировать я не скажу что зондер например сейчас среагировал но ты можешь попробовать среагировать всегда и засейвить свой тайм если ты тем более с плюсами идешь ну демка хорошая ничего не скажешь демка хорошая так цпм а прошу прощения ребят так 39 и 9 безумное утро безумное катаруф так тут почти без остановок все точнее пока что без остановок пока что все хорошо слишком долго висел в услуги на джемпаде здесь тоже приземлялся пытался приземлиться сразу ну это рестарт это был рестарт по-любому нормально или нормальный финиш три ракеты еще осталось не то чтобы много но нормально учитывая что пару углов срезал вполне себе неплохо и вот если бы не упал у финиша да то конечно тайм был бы получше может района бы перебил ну что непонятно сколько ты там простоял сколько там сколько это все от длится так сказать так район 381 ну рэйвен по аналогии ссылку 3 просто проходит здесь просто поднимался вверх не знаю возможно не хватает какого-то опыта до ребятам чтобы контролировать чтобы какие-то вещи видеть слишком много ракет тут хаотично немного ракеты распределил из-за этого пришлось на джемпад падать потому что спейсинг был не очень хотя спейсинг получился нормальный за видимо реакции так сказать понять по спейсинг нормальный не кстати не хватило так 35 ну дамка хорошая как как обычно в целом завтыков нету а 35 4 почти 35 5 не крапсай кто это мы не знаем так очень много скорости потерял стены прямо безумно но всю скорость потерял здесь попал прямо на краешек джемпада хорошо внутренне с остановками но цпм вот они все с я понимаю в кутре остановка да потому что оружие дается не сразу но в цпм эти остановки все они просто не нужны их нужно избегать но дымка хорошая дымка качественная так кузлях 34 2 поехали вот у леха спейсинг вот не подходил на со старта на плазму и он соответственно ему пришлось сделать дугу а это тоже все время это плюс прыжок фактически так падал сразу на кубик еще все отлично опять же остановка руки джамп на минус 100 бывает и финиш нормально нормально только нужно вот на этой карте я бы советовал всем в принципе кто не очень хорошо владеет так сказать геометрией и с дефрагом где есть вот эти вот дуги да вот эти курвы типа на углах где можно плавно завернуть я бы вам советовал все таки пытаться завернуть всегда вам нужно это 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 не это встречается не настолько редко чтобы на это забивать это нужно уметь делать и где-то как бы не такая серия будет из таких поворотов где-то будет вот один такой поворот на 3000 псов например и вам нужно сохранить с него максимальная скорость и как вы будете это делать если вы не знаете как это работает и как себя вести там это большой большой вопрос поэтому я бы вам все-таки если кто-то даже не отправил но такую штуку избегает я бы вам советовал не избегать вообще в дефраге избегать что-то это очень плохо нужно уметь и знать делать все 33 4 хулиган сопли рекой текут вообще не пойму что делать а вот точно и здесь бусты здесь бус да 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 хулиган красавчик я вспомнил я могу показать в принципе свою дымку там вроде еще говорили что ксас отправил в дискорде дымку но я что-то я поискал я не нашел ребят поэтому прошу прощения если кто-то хотел посадить ксаса я я не нашел так хорошая дымка хорошая вот старт вот старт такой все правильно хулиган сделал мне прям он мне напомнил прям как как-то делать пусть эфир 23 6 давайте давайте сразу посмотрим и я посмотрю без вас так ксас перебил 2 сентября 24 2 у нас было 24 и 4 с пузом это был восемнадцатый год и четыре года назад как время бежит на стриме мы с ним воевали а вот сделал 23 и 6 вырос мальчик ну давайте посмотрим так аркиус 32 и 8 карта очень техничная именно в цепи я не знаю как в кутре ощущается может антон петрович коль занял второе место является гражданином российской федерации может он ответит по-русски нам в чем прикол в кутре этой карты потому что в цпм явно потенциал есть в цпм и очень интересно играть если делать все бусты это конечно и как бы очко там подгорает иногда очень много скорости под себя школу очень хорошо очень хорошо сделал очень хорошо прошел каркиус так хэппи и 20 на 7 искал 21 ну вот как вот хулигана роут это прямо роут-роут делаешь буст при приземлении я покажу наверно свою демку если у меня она если она у меня есть так хорошая плазма без за то есть мало того что ты делаешь лишний прыжок как бы чтобы там прыгнуть ты еще такой типа так стоп что тут происходит такой типа утюг не выключил да что произошло да почему ты остановился вот так вот резко можно продолжай прыгать вот у тебя стена прямо рядом отстрелився от стены ужас ужас нельзя такие остановки делать внезапно так кипиш вернул дракона кипиш ясно не смотрю видимо варкапа может он не знает что вот 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 здесь буст потом здесь буст потом здесь буст то есть три буста тупо в одном в одной комнате здесь я не помню как возможно пусть нам напомнит нормально хорошие ракеты еле-еле долетел вообще еле-еле долетел хорошие ракеты хорошее прохождение так вулкануэт на фрейм тупо на фрейм перебил тоже видите поближе к старту встает чтобы взять плазму и сразу плазмить по правой стене все правильно сделал буст хорошо буст на 100 тоже буст так здесь думал видимо долетит но и пришлось затормозить здесь опять же остановка ну финиш не очень правильный в том плане что как бы я так понимаю что большинство старалось просто приземлиться где-то возле конца этого туннеля чтобы сделать рогиджамп на финиш но надо не только стремиться приземлиться то нужно еще и стремиться сохранить на максимальную скорость потому что вот это вот расстояние казалось бы вот это расстояние на финише да где типа конец туннеля и сам финиш оно небольшое и ты потеряешь три ступцов ну придешь там не знаю как вы думаете на пару фреймов попозже а придете вы примерно на полтинник попозже или даже на сотку попозже или больше даже это все очень критично в цпм особенно ну не то что особенно везде в любой физике так нужно стараться везде быстро даже после даже бывает что последняя ракета вот фреймовая карта какая-то не фрейм даже короткая давайте скажем 16 секунд карта и там рокет спам например и ваша последняя ракета стреляется вот прямо вот за за долю секунды до финиша ее нужно стрелять нужно всегда стараться сделать лучше ее нужно всегда стрелять если она прямо перед финишем это не значит что на него можно забить и как-нибудь ее не знаю там 360 крутить выстреливать в стену не пойми как ну как бы так тоже делать можно если вы хорошо делаете 360 и стреляете в стену но суть в том что нужно всегда стараться лучше так 27.8 почти и 9 привет еще раз Антон Петрович в обе физики Антон Петрович поиграл сервертайм 5 минут а кто-то спрашивал по прошлому ой во 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 пошло 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 еще буст буст вот типа тут спейсинг получается так что ты чуть-чуть до стены не допрыгиваешь поэтому делаешь буст еще один во 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 о делаешь еще один буст и типа тут у тебя как раз прям под все еще бусты бусты 40 это бусты ой Антон Петрович прям о о прям бальзам на душу Антон Петрович спасибо спасибо Антон Петрович хорошая демочка восхитительная очень жаль что не первое место а то такая похвала была была бы более чем не наиграна да потому что там еще 4 секунды я сейчас осознал ну в любом случае Антон Петрович это доказывает еще раз что Антон Петрович может не вставать у Антона Петровича на пути ну шо вы ребят так хейс 25.8 третье место поздравляю хейс давайте смотрим по внутренней стене буст буст здесь буст нет здесь буста нет видимо это самое так сказать я не помню делал ли я буст но по-моему иногда делал но надо буст здесь буст хорошо хорошо подсебяшка не очень была нужна а даже вот так пролетел ну тут два скима это будет медленнее немного чем просто подсебяшка на хорошей скорости поэтому спорно спорта но демка демка быстрая без помарок особо очень даже хорошо но меня смущает вот эта часть перед ракетой вот эта плазма перед ракетой это очень интересно так 24 5 рейнфар второе место поздравляю у у у у у у у у у ну у у у у у Очень качественно пройдено. Вот подсвяжка попозже, как надо. И финиш напрямую. 24.5. Нормально, нормально. Ну и первое место с отрывом в секунду. Видимо, Пус почувствовал реванш. И я бы с удовольствием поиграл в эту карту. Она очень классная и динамичная. Но, блин, не играется в последнее время вообще никак. Нет времени на это все. Хочется, знаете, отдыхать, так сказать, от работы. В общем, забьемся, Пус, я тебя перебью. Жаль, ты не в онлайне поставил. То так стимула не особо. 23.6. Очень сильно, скорее всего. Так, 1200, почти 1400. Здесь тогда буст не нужен. Да, 1300, 1500. Мне кажется, можно ракеты по-другому чуть-чуть раскидать. Мне кажется, можно ракеты чуть-чуть по-другому раскидать. Давайте еще раз посмотрим. Здесь вообще все классно. Вообще без нареканий. Единственное, что... Второй буст, наверное, можно было чуть-чуть посильнее. И тогда можно было бы сделать... Можно его сделать, короче, с бустами. Там вообще прикол, походу, можно наделать себе. Ну да, вот это вот... Короче, можно, мне кажется, не нужна эта ракета, потому что ты возле курвы, ты все равно теряешь эту всю скорость, которую ты только что получил. Выгоднее будет засхимить этот угол просто с подсебяшкой и продолжать стрелять здесь. А если подсебяшка низкая, то можно еще и... Вот здесь вот сделать буст, типа, нафиг вот этот угол, делаешь здесь буст, сразу заворачиваешь туда, и все. И вот, ну и там у тебя финишная прямая, по факту. Тут получается, как бы, да, ты подрезал угол, но это все было без буста, потому что у тебя нету спейсинга под это. Короче, да, ну тут, скорее всего, нехватка опыта небольшого. Выглядит очень, очень быстро, но ракеты, конечно, ракеты я бы по-другому раскидал. Ну, это ни в коем случае, если что, это ни в коем случае не камень в огород пузо. Пуз молодец. Видно, что пузо улучшается. Если раньше мы играли там 24,6, у нас было 24,4, то теперь у нас 23,6. Это очень классно, всегда приятно смотреть. Давайте попробуем найти, если у меня есть такая демка. В принципе, мы найдем ее достаточно быстро, если она есть. Вот и пак, пак. Ой, есть пак 43, давайте посмотрим. СВ воебоны один. Я не помню, почему. А с бустами здесь там можно вообще, короче, удлинить себе бусты плазмоджампами, сделать их чуть-чуть посинее, и тогда будет... Ну, я здесь долго падал, да. Здесь без буста. Да, ну такое. Зря показал. Так, ну, в общем, там можно еще минус джампнуть на бустах, поэтому, блин, конечно, да. Так, захват окна, значит. Такие вот у нас результаты. Пуз, значит, покчемп. 7 демок в куку 3, 13 цпм. Очень классненько, очень все... Прям демочки хорошие. Антон Петрович отдельно порадовал. Пуз тоже отдельно порадовал. Молодцы, призы, оригинальность мы никому не даем. Ну и все. Играйте. Nibs Trave Rocket. Карта не очень, я бы сказал, очень фреймовая. Там прямо суперфреймовая, если это она, если я правильно... Да вроде она, да-да-да, она-на-на-на. В общем-то, удачи. А, кстати, для всех, кто играет Nibs Trave Rocket и смотрит этот обзор, я говорю, что на старте большой, значит, после первого прыжка большой вот этот прямоугольник, бирюзовый, да, голубой, вот такой же на старте стоит. Это слик. Держу в курсе. И вот это тоже слик. Держу в курсе, ребят. Я не знаю, мы играли с Дракониксом, эту карту в онлайне, наверное, полчаса играли без слика. А потом пришел анх и такой, типа, а это слик, ребят. Классно, классно, очень классно. Вообще ни разу не понятно, что это слик. Ну, держу в курсе, в общем. Ладно, давайте. Всем удачи, всем спасибо. Еще раз напоминаю, что есть теперь у меня свой Телеграм. Уже 42 подписчика было вчера, по крайней мере. Всем спасибо за поддержочку. Подписывайтесь на Телегу. И, скорее всего, сейчас идет стрим. Возможно. Мы играем с чатиком в игры. А может и не играем. Если не играем, то будем играть в другой день. Все, всем спасибо. Всем удачи, всем пока. Продолжение следует...